Сейчас и не скажешь, что эту дорогу, ведущую на улицу Кольная, ремонтировали в прошлом году. Две недели назад, рассказывает Игорь, здесь появились ямы, которые с трудом удается объехать. Разбили проезжую часть, больше грузы. ЕБДД присылали патрули, но я их не наблюдал здесь никогда. Я не знаю, были ли составлены протоколы или нет. Я знаю одно, что каждый день это продолжается с 9 часов до 6 вечера. У меня мама здесь живет в этом доме. Да, у меня его прямо вот окна, прямо вот напротив вот этих ям. Игорь обращался в администрацию города. Там ответили, для большегрузов есть другая дорога, она находится недалеко. Поворот для большегрузов на этом перекрестке направо запрещен. В 2015 году здесь даже установили соответствующий знак, но большинство водителей правила нарушают. Утром и вечером в часы пик на этом перекрестке образуются пробки. Большегрузы часто не могут разъехаться с маршрутами такси и другим транспортом. Жители близлежащих домов недовольны в первую очередь тем, что образуется большая загазованность. Дома нечем дышать. Я понимаю, там спецтранспорт, там мусоровозки, это еще ладно. Но грузовые машины, когда вот рядом, вот пожалуйста, строится в Голландии тоже жилой компас. Копает котлован, вот сами самосвалы пойдут возить туда в котлован. Решайте проблему, решайте через мясокомбинат там на окружную. Ну решайте, ну не надо в жилую зону залезать. Люди мучаются, дороги нет и опасно. Рядом школа. Между тем, стройка только начата. И если к застройщику не будут приняты меры, жить в этом районе станет просто невозможным. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».